Сложный вопрос, по какой процентной ставке предлагается кредит на рынке и как мне, простому человеку, взять кредит такой по минимальной ставке, потому что я же хочу платить меньше, а получать больше. И это вполне себе разумное желание, и его, конечно же, надо достигать, и зная свои права и практики банковского рынка, это можно вполне себе реализовать. Итак, кредитная история понятна, мы вчера с вами это обсуждали. Каждый раз, когда вы приходите за получением кредита, вы оставляете заявку на получение кредита и даете согласие кредитору на то, чтобы он получил вашу кредитную историю. Для чего он получает кредитную историю? Конечно же, для того, чтобы оценить профиль риска ваш, понять, насколько вы ответственны, насколько вы добросовестны и насколько вы в состоянии обслуживать тот или иной кредит, который запрашиваете. Это вполне логичное желание, и практика в этом плане такова, что в настоящее время ни один кредит в Российской Федерации, ни один займ не выдается без запроса кредитной истории. Кредитор, конечно же, заинтересован в возврате средств, которые он предоставляет заемщику, и для этого ему надо оценить кредит. И, конечно же, банк, получая такую кредитную историю, специалист банковский или целые банковские подразделения, не изучают каждую страницу, каждую запись этого кредитного отчета. Потому что мы тогда понимаем, что на выдачу кредита у банка уйдет недели, месяцы, а то и годы, а решение надо принимать быстро, и это первое. И второе, вы наверняка видели на сайтах банков, в банковских предложениях, тезис о том, что кредит выдается только тем гражданам, у которых хорошая кредитная история. Но, простите, я вот смотрю свою кредитную историю, и в ней не написано, хорошая она или плохая. Здесь просто перечислены факты. Такой кредит я взял, так-то его выплачивал, таки кредитные заявки подавал, но никакой информации о том, хорошая она или плохая, в этом нет. И это, кстати, вот действительно большая проблема, потому что в Национальное бюро кредитных историй постоянно обращаются граждане, которые говорят, что вот у меня плохая кредитная история, что мне делать, какая кредитная история хорошая, какая плохая. Это вопрос, на который не специалист до недавнего времени ответить не мог. И банк не оценивает кредитную историю как плохая или хорошая. Внимательный слушатель Рустам пишет, там насчитываются баллы. Совершенно верно. Каждый банк оценивает кредитную историю по бальной шкале. Она в банках называется Scoring. Мы с вами будем использовать другую терминологию, но принцип тот же самый. Мы используем терминологию рейтинга, персонального кредитного рейтинга. Когда ваша любая кредитная история, весь вот этот вот большой массив информации, который в ней содержится, с помощью определенной математической модели обсчитывается и на выходе мы получаем простое число, в случае Национального бюро кредитных историй, от 300 до 850 баллов. Чем больше баллов в персональном кредитном рейтинге, тем кредитная история считается лучше. Первый элемент сегодняшнего нашего эфира мы попробуем понять, как же насчитываются эти баллы для финального персонального кредитного рейтинга из вот этой большой кредитной истории. Это не так может быть интересно, потому что вторая часть у нас будет, какие бонусы получают, какие дополнительные преференции, какие выгоды получает владелец персонального кредитного рейтинга высокого, когда у него много баллов. Итак, как считается персональный кредитный рейтинг? Несмотря на то, что кредитный, он считается на основе кредитной истории. Несмотря на то, что в кредитной истории очень много записей, все их можно каким-то образом сгруппировать. И вот алгоритм расчета персонального кредитного рейтинга, собственно, этим и занимается. Первый набор данных, на который обращается внимание персональный кредитный рейтинг, это история платежей. Самые основные моменты в финансовом поведении заемщика, это, конечно, то, как он оплачивал предыдущие кредиты. Как мы помним, в кредитной истории указаны типы кредитов, суммы кредитов, сроки, вставки тех кредитов, которые мы получали. При этом на каждый платеж есть отдельная запись. Был платеж, вовремя произведена запись, внесена. Не была внесена другая запись. Не было 30 дней, одна запись. Не было 60 дней, другая запись и так далее. Все эти записи, огромное количество этих записей в кредитной истории есть. И чем больше у нас положительных записей, то есть записей о том, что платеж, платеж не кредит, а платеж внесен вовремя, в полном объеме. Вот все эти записи о вовремя внесенном платеже, они повышают наш персональный кредитный рейтинг. Но смотрите, что получается. Допустим, я возьму кредит небольшой на холодильник, буду выплачивать там в течение полугода, у меня появится 6 положительных записей. Потом еще возьму кредит, условно говоря, на микроволновую печку. Буду выплачивать еще 4 месяца, 4 положительные записи. У меня одни положительные записи. Но я прихожу потом за кредитом на, условно говоря, 200 тысяч рублей, чтобы отремонтировать машину. Или уже за ипотекой прихожу, по которой предполагается, что я буду платить 5 лет, 10 лет, 15 лет. Понятно, что для расчета персонального кредитного рейтинга важны не только наличие положительных записей, Но вся история моего кредитного поведения, моего кредитного обслуживания и то, какие разнообразные кредиты, я на своей практике знал. Потому что если у меня есть опыт обслуживания больших длинных кредитов, то, соответственно, мне и большой длинный кредит дадут. Например, ипотеку. Или же у меня есть достаточное количество на моей практике записей о небольших длинных кредитах. То есть я убедил персональный кредитный рейтинга в том, что я в состоянии длительный срок, длительный промежуток времени, на интервале несколько лет, Добросовестно, без проблем для собственной экономики, извлекать из своих доходов определенную сумму денег и вносить ее на платежи по кредитным обязательствам. То есть первый момент – это положительная запись в истории платежей. Второй момент, повышающий наш персональный кредитный рейтинг. Второй момент – это опыт взаимодействия с кредитными продуктами. Мой исторический опыт по срокам, по суммам, по длительности, по типам кредитов, которые я имею как заемщик перед всей банковской, всей кредитной системой. Два момента. Но, допустим, у меня в прошлом все было хорошо, но сейчас у меня, простите, все плохо. И я начал последние полгода набирать вдруг активно какие-то микрофинансовые займы, кредитные карты в большом количестве. То есть третий элемент, который влияет на значение персонального кредитного рейтинга – это текущее мое финансовое состояние, мое текущая активность как заемщик. Если я веду по мнению алгоритма персонального кредитного рейтинга взвешенный подход к набору обязательств, Если я не превышаю тот размер, который считает система долговой нагрузки, количество кредитов, количество кредитных карт, которые с точки зрения алгоритма считаются агрессивным или не очень ответственным, авантюрным, то я хороший заемщик, и у меня количество баллов становится выше. Вот я вам уже сказал, что персональный кредитный рейтинг шкалирован, то есть шкала персонального кредитного рейтинга от 300 до 850 баллов. Понятно, что 300 меньше, чем 850, и вот я могу вам сказать, что за свою практику, а я в Национальном бюро кредитных историй работаю с 2012 года, а в банковской системе вообще с 2005 года, я человека с рейтингом 850 не видел никогда. Это очень консервативный инструмент, и если у вас персональный кредитный рейтинг больше 600, то вы, в принципе, можете считаетесь хорошим задачем. Вот, собственно, к следующему разделу нашей сегодняшней беседы мы и переходим. Мы понимаем, что есть персональный кредитный рейтинг, как оценка качества кредитной истории, как оценка нашей ответственности. И давайте попробуем понять, давайте попробуем понять, что же значит 300, 400, 550, 750 баллов. Такая шкала и такое разделение математически оправдано, потому что все эти цифры, которые получает заемщик в персональном кредитном рейтинге, они, конечно же, берутся не с потолка. Это изучение поведения заемщиков с 2005 года. Миллионов заемщиков. Я вам говорил, что в базе Национального бюро кредитных историй данные о 100 миллионах гражданах Российской Федерации. И вот, когда мы все их изучаем, мы имеем возможность строить такие прогностические модели, персональные кредитные рейтинги. И, условно говоря, можно разделить всю эту большую шкалу на три условные группы. персональный кредитный рейтинг до 600 баллов. Это, назовем его так, достаточно скромный персональный кредитный рейтинг. От 600 до 700 баллов это хороший персональный кредитный рейтинг. И от 700 до 850 это считается отличным персональный кредитный рейтинг. Вы молодец, если у вас персональный кредитный рейтинг больше 700 баллов. Что за это получает заемщик? Мы регулярно в Национальном бюро кредитных историй проводим исследования, как относятся банки к заемщику с тем или иным персональным кредитным рейтингом. Вот сейчас могу вам сказать, что в среднем на каждые 100 заявок, которые граждане подают на получение кредита, неважно какого, на каждые 100 заявок банки одобряют всего 30 из 100. То есть 2 трети, больше чем 2 трети заявок банки отклоняют. Они говорят, что нет, мы не дадим тебе кредит. При этом, если сумма увеличивается, заявки, если я хочу больше кредит, то там уровень одобрения еще меньше. И вот смотрите, приведу вам такие данные, что если на любой тип кредита, на любую сумму кредита заемщик с персональным кредитным рейтингом подает заявку на получение кредита и у него персональный кредитный рейтинг меньше 600 баллов, то одобряют такие заявки меньше чем в 20% случаев. А если у такого заемщика больше 700 баллов, то одобрение будет уже больше 50%, 60% ближе. Если мы сузим наш диапазон исследований и будем исследовать только заявки на кредиты, допустим, более 30 тысяч рублей или даже более 100 тысяч рублей, это уже большой хороший кредит, который надо выплачивать год, а то и больше. Там вероятность того, что заемщику с персональным кредитным рейтингом меньше 600 баллов одобрят кредит, минимально, это несколько процентов всего, это заемщик должен, наверное, привезти кучу поручителей, что-то оставить в залог или быть лучшим другом председателя правления банка. А заемщику с персональным кредитным рейтингом больше 700, вероятность одобрения кредита на сумму более 100 тысяч рублей близко к 80%. То есть практически всем одобряют, потому что это уже ответственный заемщик, он уже зарекомендовал себя, что он имеет опыт обслуживания различных типов кредитов, у него опыт обслуживания этих кредитов положительный, он в большинстве своем платит вовремя и в полном объеме, и текущее его финансовое состояние не агрессивное, не ответственное, не зря сказал, да, ответственное, и он берет ровно столько, сколько может оплатить. Вот такой у нас хороший заемщик получился с персональным кредитным рейтингом более 700 баллов и, конечно же, вот на что, так, давайте зафиксируем, на что влияет персональный кредитный рейтинг. На вероятность одобрения, это мы с вами подробно рассмотрели, и это интуитивно понятно. А вот на условия кредита влияет ли персональный кредитный рейтинг? Когда я приводил вам цифры, какая вероятность одобрения на кредит небольшой или на большой, это в какой-то степени отвечает на вопрос. Чем выше кредит, тем значение персонального кредитного рейтинга выше. Значит, персональный кредитный рейтинг влияет и на условия кредита. С небольшим персональным кредитным рейтингом большую сумму по кредиту не получить. Чем выше сумма кредита, тем я могу рассчитывать на большую сумму. Это первое. И второе, конечно же, наша прямая экономическая выгода. Чем персональный кредитный рейтинг у меня выше, тем банк будет заинтересован в получении меня как клиента, как заемщика. И я имею возможность, условно говоря, торговаться с таким банком. А совсем просто говоря, выбирать лучшие условия по кредиту, лучшую ставку. То есть персональный кредитный рейтинг дает прямую экономическую выгоду. Вот давайте представим себе. Я хочу получить 100 тысяч рублей в кредит. Ставки, как вы знаете, по кредитам колеблются. Они в разных банках, даже в одном банке могут подключаться. Я могу 100 тысяч рублей получить по ставке, допустим, 12% годовых или по ставке 24% годовых. Если у меня персональный кредитный рейтинг 600 баллов, то я получу по ставке 24% годовых. И в месяц буду платить, я сейчас грубые вычисления говорю, вы можете потом с помощью кредитного калькулятора их проверить. По ставке 24% годовых я буду платить, грубо говоря, 2% от этой суммы в месяц. Если мы берем 100 тысяч рублей, то это будет 2% от 100 тысяч, 2 тысячи рублей на обслуживание такого кредита. Если я беру у меня персональный кредитный рейтинг 750, я выбираю кредит по ставке 12% годовых и плачу в 2 раза меньше на обслуживание такого кредита 1000 рублей на обслуживание. Вот таким образом заемщик с персональным кредитным рейтингом 750 имеет прямую экономическую выгоду по сравнению с заемщиком с персональным кредитным рейтингом меньше 600 размером в 1 тысячу рублей или в половину того, что он платит на обслуживание кредита. Это достаточно серьезный. Назначение персонального кредитного рейтинга влияет история, обслуживание кредитов в любом банке, разнообразие и историческая длительность кредитов, которые мы получали, и текущая кредитная и финансовая активность. Есть, вот еще подкреплю этот тезис, есть убеждение у заемщиков, что вот мне нужен кредит, я сейчас разошлю всем подряд банкам, которые мне доступны, а с онлайн это действительно очень доступно, всем подряд разошлю и кто-то дает мне кредит. Вот вынужден разочаровать, потому что вот системы анализа кредитных историй, я вам говорил, что каждая заявка и если по ней был отказ, отказы получения кредита фиксируются в кредитной истории. И вот автоматические системы обработки кредитных историй, к которым относится персональный кредитный рейтинг, они воспринимают такое поведение, такую массовую попытку получения кредита и тем более отказы по ним, как крайне плохую экономику того человека, владельца этой кредитной истории. Они воспринимают, что этот человек очень нуждается в заемных средствах и поэтому и это является причиной, по которой он рассылает такие массовые заявки. А негативная экономика частная, это конечно же понижение персонального кредитного рейтинга. Поэтому вот для слушателей, кто этого не знал, прошу зафиксировать для себя, что текущая кредитная активность, текущее финансовое поведение в отношении заявок на получение кредитов, они крайне важны для финального значения персонального кредитного рейтинга и в конечном итоге влияют на то, одобрит ли вам кредит или если одобрит, на каких условиях. Поэтому, конечно же, надо подходить более взвешенно к выбору банка и к выбору кредитного продукта. И, наконец, четвертый тезис, который, на мой взгляд, было бы полезно вынести с сегодняшнего эфира. Чем выше персональный кредитный рейтинг, тем выше шанс на получение кредита. Чем выше персональный кредитный рейтинг, тем лучше условия того или иного кредита. Меньше ставка или больше доступная сумма.